Вчера, 25 мая, перед сном я определила для себя такой момент, что не буду больше совершенно исключать область сновидений от дневного сознания и дневное сильно разделять с тем опытом, который я получаю во сне. И решила, что нужно выражать и совмещать этот опыт. И мне пришла интересная информация. Здесь вот символически нарисовала. Поясню сначала. Во сне мне было показано, кроме таких обычных сюжетных линий, момент, когда я получаю важную информацию, я определенно выделяю во сне. И вот мне была показана такая картинка, как бы и пояснение, распаковка, дальше информация о том, что каким бы ни был земной план, планета, это плоскость, плоский мир, круглый. Есть такой момент символический, что у нас существует не только одно Солнце. И мы постоянно не крутимся вокруг одного Солнца с его периодами летнего солнцестояния, зимнего, осеннего, весеннего равноденствия. Кстати, мы сейчас подходим к моменту летнего солнцестояния. А есть такой момент, что мы не циклимся только вокруг одного Солнца, а есть момент перехода к другому Солнцу. Возможно, есть моменты застревания в одном месте. Возможно, это всегда происходило и происходит смена вот этих Солнц. Как потом уже и в дневном сознании больше и больше этой информации распаковывается тем, что цикличность жизни направляет нас между разными центрами. Назовите их архетипами, домами в астрологии, чертогами Лисы, Волка, там разными. Но в моменте развития течения жизни земного плана есть такие точки перехода, такие черты, перекрёстки. И вот, если расположить по циферблату эти Солнышки, то развитие земного плана переходит и существуют моменты стыков двух Солнц. Когда мы наблюдаем, вот находясь здесь, мы видим только одно Солнышко, но переходя определенную точку, мы можем наблюдать два Солнца. И, возможно, нужно в наше решение каждого определить вектор, куда мы движемся сюда, сюда, назад. Это уже чуть-чуть дальше пойдет разговор об этом. Мне был показан такой момент стыков. И на стыке самих этих циклов, между переходами от каждого Солнца к другому, возможен переход еще на новый уровень. Я тоже подробнее об этом скажу во втором видео.